МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 октября, начало второго дня. Промышленный проезд города Твери. Авария с пострадавшими. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, пассажир, к приезду патрульной службы находились в карете скорой. Когда мне вот... Как случилось, здравствуйте? Что, вот. Я вас знать не знаю. Вы выпивали сегодня? Нет, конечно. Не подскажете, здравствуйте, серьезные пострадавшие? Нет, не очень. Куда везете сейчас? Четверка. Наш вопрос пострадавшему водителю о спиртном не случайен. По словам сотрудников ГИБДД, водитель находился за рулем пьяным. Возможно, выпивал вот из этого стакана. Вот он, на водительском кресле. Лада двигалась по промышленному проезду в сторону города. Дорога ровная, движения практически нет. Но на пути отечественной легковушки оказалась теплотрасса. Да еще с бетонными опорами. В одну из этих опор и врезался ВАЗ. Удар был сильным. Без помощи спасателей выйти из салона водителю и пассажиру не удалось. Данных о том, привлекался ли раньше водитель ВАЗа за управление в нетрезвом виде, сотрудники ГИБДД на месте нам дать не смогли. Проводится проверка. 8 октября. Московский районный суд города Твери. Здесь решается вопрос о продлении меры пресечения Дмитрию Баскакову. Он обвиняется в убийстве двух человек, организованной группой по найму. Днем ранее 7 октября в Тверском областном суде продлена мера пресечения до 7 ноября подельникам Баскакова Александру Агееву и Александру Осипову. За Агеевым, по данным следствия, по этому же уголовному делу, убийство двух человек. За Осиповым трое. И тоже по найму. Дело почти 20 лет недавности. Начало 2000-х. Жертвы – предприниматели. Места совершения злодеяния, по словам следователя, почти вся область. Различные ее районы, плюс областной центр. По материалам дела все склоняется к деньгам, переделы собственности, переделы сфер влияния. Дмитрий Григорьев подчеркнул все обвиняемые свою вину, поэтому уголовному делу признали. По всем эпизодам, в которых они обвиняются, они обратились к следственным органам с явками с повинной, причем по прошествии большого количества времени. И аминистратор это начнет со следствием? Со следствием дает полные развернутые показания. Имена обвиняемых на слуху россиян после раскрытия убийства Михаила Круга. Все трое входили в так называемую банду тверских волков. И за совершенные злодеяния в составе банды получили пожизненный срок. Вопрос, зачем им вспоминать новые преступные эпизоды, по 105-й статье. Ответ получили от адвоката Осипова. Возможно, нынешнее сотрудничество со следствием в будущем позволит надеяться на амнистию, и пожизненный срок скостят до 25-летнего. Да и в Тверском СИЗО, пока идет следствие, условия, наверное, помягче, чем в колонии особого режима. По этому же уголовному делу проходят еще три человека. Соболев, Желтов и Ильин. Они привлекаются к уголовной ответственности впервые. В преступной группе выполняли роль заказчиков убийств. Уголовное дело расследовалось в отделе по особо важным делам регионального следственного комитета. Дело передано в прокуратуру для утверждения.